Добрый, добрый, добрый день, зрители моего канала Марина Цветы. Сегодня март месяц, начало марта. И я хочу вам показать работы, которые вы должны сделать с гибискусом сирийским. У меня есть летнее видео о нем, я дам вам ссылочку. И вот в самом-самом начале марта пока нет сокодвижения, гибискус сирийский. В данном случае у меня несколько сортов, три сорта. У меня подготавливается не только к пересадке. Это мы с вами имеем возможность видеть мою школу растений, которые доращиваются или проверяются сорта. Я хочу вместе с вами в этом году скомпоновать очень интересный штамбовый гибискус. Но это будет чуть позже, это будет конец марта, начало апреля. А вот самое-самое начало апреля пока нет у нас сокодвижения и мы еще не проводим никаких работ. Нам очень важно сделать обрезку гибискуса для того, чтобы вызвать не только обильное цветение, но и сформировать правильно крону. Я вам покажу работы, которые мы будем с вами делать по формированию кроны. Но сейчас вот именно для тех, у кого растет уже гибискус сирийский, или вы вот посадили и не знаете, как в дальнейшем ухаживать, обязательно вы должны до начала сокодвижения подрезать свой гибискус и сформировать крону. Цветение происходит только на побегах текущего года. Поэтому вот мы обрезали гибискус, мы вызываем рост боковых почек, у нас пойдет молодая зелень и гибискус покроется шаром цветов. Это будет очень важно. Пересадку мы делаем тоже в марте месяце. Если вы хотите купить, приобрести, это действительно период самый благоприятный, до сокодвижения. И сентябрь и октябрь мы высаживаем. Но очень важно формировка кроны в начале марта, до сокодвижения. Вот такое короткое вам видео задание дала на сегодня по работе с гибискусом. А формировка штамба я вам предложу вашему вниманию в следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok